Друзья, 5 февраля, город Каменск-Уральский, Свердловская область. Сегодня хочу представить вашему вниманию семена львиного зева, которые есть у нас на данный момент в продаже в нашем магазине. Магазин находится в городе Каменск-Уральский по адресу проспект Победы, 48, в центре здания. Вообще, последнее время, последние годы у нас вновь вернулась мода на такие цветы, как львиный зев, гелиотроп, васильки, что еще, и бересы. В общем-то, такие гвоздики турецкие, такие цветы, которые выращивали еще наши бабушки. Я помню, что вот в 60-е, в 70-е годы на всех, наверное, придомовых территориях, где разбивались клумбы, также в детских садах на клумбах, в школе, на территории пришкольной также были клумбы. Ну и также во всех садах у нас росли как раз вот эти вот цветы. Львиный зев, василек, как я уже перечислила. Анютины глазки, виола, мы их сейчас называем. Вот. И были, конечно, очень красивые, мне кажется, вот эти клумбы. Всегда очень красиво было на них любоваться, на эти цветы. Я это с детства помню, с детства люблю цветы. И вот львиный зев один из таких растений. Вновь сейчас берут для оформления пришкольных участков, в детские сады на оформление клумб. Вот такие семена. Семена таких цветов. И вот что хочу сказать. Львиный зев, когда мы его должны посеять? Я, конечно, покажу потом поближе вот эти вот семена, которые у нас есть в продаже сегодня. Но сейчас немножко по агротехнике, так как я не планирую сеять в этом году львиный зев. Вот. Немножко расскажу по агротехнике. К семенам нужно приступить к посеву семян где-то с конца февраля и до конца марта. Обязательно нужно посеять львиный зев. Самый важный момент, когда мы готовим грунт под посев львиного зева, его нужно обязательно, в этот грунт обязательно нужно добавить препараты от грибковых заболеваний. Это может быть атлант. Атлант мы можем развести и полить. Также есть атлант на основе вермикулита. В таких же пакетиках продается. Можно его в этом случае в сухом виде в грунт добавить. Либо сухой фитоспорин. Порошок добавляем в грунт из расчета 1 грамм фитоспорина на 1 литр грунта. Ну и также желательно добавить в грунт микоризу. Я вам покажу маленький пакетик. Но есть они литровые. Я все-таки предпочитаю литровые пакетики. Ну и такой можно также добавить. Для чего мы добавляем в грунт такие препараты? В общем-то в рассадный период львиный зев бывает такое, что начинает болеть корневыми гнилями, черной ножкой. То есть вот он обязательно нужно провести обработку грунта. Он не очень устойчив к заболеваниям в рассадный период. Но для того, чтобы львиный зев не болел в рассадный период, кроме того, что мы добавляем в грунт вот эти вот препараты, которые я показала, не все, любой из них, не нужно их все смешивать и добавлять, любой из этих препаратов. Также, когда мы берем емкость для посева львиного зева, она не должна быть слишком высокой. То есть, ну, сейчас я вам покажу примерно какой высоты должен быть контейнер. Вот такой вот. Вот примерно такой высоты. Насыпаем 3-4 сантиметра грунта, не более того. И желательно еще на дно насыпать либо вермикулит, либо кокосовый субстрат. То есть, такой слой дренажный еще желательно сделать. Ну, буквально пол сантиметра в сантиметр. И после этого 2-3 сантиметра грунта. Вот. И грунт, конечно, должен быть легкий. Плотный грунт под посев львиного зева не нужно брать. Делаем широкие бороздки. Распределили, разложили семена. Желательно сразу на расстоянии, на приличном. Хотя бы сантиметр друг от друга, от семечка. Семечка от семечка. Вот. Для того, чтобы в дальнейшем было легче пересаживать. Дело в том, что львиный зев, когда всходит, у него такие тонкие проросточки. Рассада очень такая хиленькая, тоненькая. И если мы посеем семена сразу густо, в дальнейшем будет сложно рассадить ее. И часть рассады можно потерять. А если сразу аккуратненько выдерживаем расстояние, сеем семена аккуратно. Пусть это будет подольше, но в дальнейшем вам будет легче рассадить такую рассаду. Не переувлажняем грунт ни в коем случае. Слегка поливаем. Не нужно делать слишком мокрый, слишком сырой грунт. Накрываем пленочкой. И, в общем-то, ждем, когда появятся всходы. После того, как всходы появились, если вы посеяли в конце февраля, то желательно поставить под лампы рассаду. Если есть у вас, допустим, окна, выходящие на южную сторону, можно прям сразу выставлять на подоконник на южную сторону эту рассаду. Ну вот, в принципе, и все. Цвести начинает, зацветет у нас львиный зев в зависимости от того, когда мы посеяли семена на рассаду. То есть, либо в июне, либо в июле. Ну, по крайней мере, с июня месяца, если мы в феврале посеяли эти семена, в июне уже начинается цветение. Цветет львиный зев, как правило, до заморозков. Есть разные разновидности львиного зева. Есть карликовый, высота которого 15-20 сантиметров. Такой львиный зев мы можем выращивать даже в кашпо, в горшочках, ящичках. Есть львиный зев срезочный, то есть 80-90 сантиметров. Есть до 60 сантиметров. И есть такой среднерослый, сантиметров 40-45. То есть, тут уже на любой вкус, в общем-то, можно подобрать. Я начну с нижнего ряда. Это у меня тут радуга, смесь сортов, высота 40-60 сантиметров. Львиный зев антиринум, в скобочках, видите, да, это одно и то же. 0,3 грамма семян, это достаточно большое количество семян. Дальше антиринум карликовый, высота такого антиринума 20 сантиметров. Также смесь, и здесь у нас поменьше семян, 0,05 граммов. Дальше львиный зев, магический ковер. Это также у нас карликовый львиный зев, высота до 20, по-моему, да, сантиметров. Да, до 20 сантиметров. Еще один карликовый сорт, это оранжево-красный, очень мне нравятся такие окраски. 25 сантиметров высота растения, и здесь 10 семян. Вот карликовые, вот именно вот эти антиринум карликовые, где написано, это подороже семена. Тут и семян поменьше, и подороже они стоят. Также бекалор вишневый, это импортные семена. Здесь у нас 7 семян, высота 15-20 сантиметров. Карликовый розовый, очень красивый нежный цвет, 25 сантиметров высота, 4 сантиметра диаметр цветка, 10 семян в упаковочке. Очень красивый желтый карликовый, 25 сантиметров высота, 4 сантиметра диаметр цветка и 10 семян в упаковочке. Затем карликовый, вот такой вот лиловый, очень красивый шауэрс лиловый. Здесь 7 семян в упаковке, 15-20 сантиметров высота растения. Карликовый белый, также 25 сантиметров высота и 4 сантиметра диаметр цветка. В упаковочке 10 семян. Среднерослый. Среднерослые также подходят на срезку 40-60 сантиметров. Здесь у нас 0,05 граммов. Да, кстати, я забыла сказать, что для того, чтобы у нас были более пышные кустики в рассадный период, но это когда уже, допустим, если мы в феврале посеяли, где-то уже в середине апреля, обязательно нужно провести прищипку. Прищипку нашей рассаде для того, чтобы кустики были более пышные. Пестрая лента. Это у нас 45 сантиметров высота. И здесь 0,05 граммов семян. Дальше. Дальше у нас смесь Мадам Баттерфляй. Смесь махровых сортов, кстати. 10 семян в упаковочке. И так. И тут у нас это высокие. Да, 60-75 сантиметров высота. Дальше. Красный лев. Шикарный красавец. Очень крупные соцветия. Красивые очень. Ну, вообще мне весь львиный зев, честно говоря, нравится. 0,05 грамма фасовка. И 70-90 сантиметров высота растения. Очень идеально подходит прям для букетов, для срезки. Красавчик. И такой же львиный зев розовый. Вот он. Розовый лев. Там красный лев, а тут у нас розовый лев. Розовый и красный. Вот эти два сорта очень красивые. У красного насыщенная окраска. А у розового прям как у яблоневый цвет. 0,1 граммов семян. Очень хорошая фасовочка. 70-90 сантиметров высота. Так. Саната бронзовая. Тоже очень красивая расцветка. Это также высокорослый. До 60 сантиметров высота растения. И 7 семян в упаковочке. Нежнейшая краска. Саната малиновая. Очень красивая, яркая. 10 семян в упаковке. До 60 сантиметров высота растения. Львиный зев. Жар любви. Очень насыщенные красные соцветия. 70-90 сантиметров высота растения. И 0,05 грамма семян в упаковке. И львиный зев. Смесь высокорослый. 80-100 сантиметров высота растения. И фасовочка здесь 0,05 граммов. Вот такой вот львиный зев. На сегодняшний день. Семена львиного зева у нас есть в продаже. Поэтому, если желаете приобрести такие семена, добро пожаловать к нам в магазин. Всем до новых встреч. Пока-пока.